Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Большие новости! Diabes, один из самых больших банков в Сингапуре, только что открыл двери для криптовалюты для миллионов людей. Банк владеет активами на сумму 425 миллиардов долларов. Этот банк не только предоставляет услуги людям в Сингапуре, но также и в Индии, Гонконге, Тайване и континентальном Китае. Речь идет о Diabes Digital Exchange, которую анонсировал банк Diabes. Люди смогут использовать их площадку, чтобы покупать цифровые активы. Но для начала я хочу показать вам кое-что на графике биткоина, что уже является чем-то необычным в этом году. Давайте наложим график фондового рынка S&P 500 на график биткоина. В 2020 году мы привыкли, что эти два парня ходят нога в ногу. Все это время мы ожидали декорреляции, ведь с мартовского обвала графики практически повторяют друг друга. Но посмотрите, что происходит сейчас. Фондовый рынок падает, а биткоин растет. Означает ли это то, что корреляция биткоина и фондового рынка закончена? Думаю, еще рано об этом говорить, но я уверен в том, что в долгой игре биткоин таки отвяжется от фондового рынка. Но также я уверен, что если мы увидим массивный откат на фондовом рынке, такой как в марте, например, то скорее всего биткоин, как и другие активы тоже полетят вниз. Это уже вопрос в ликвидности, людям понадобится кэш. Но также я хочу показать вам следующее. Это не что иное, как восходящий клин, в котором сейчас болтается цена биткоина. Я не хочу распространять фат и все такое, просто хочу показать вам, что в теории эта фигура является разворотной, и при ее окончании обычно происходит разворот тренда. Эта фигура считается медвежьей, но бывают и исключения. Ребята, как я вам уже только что говорил, вот эта фигура это восходящий клин. Это медвежья фигура, которая показывает нам то, что когда цена биткоина подойдет к ее концу, будет потенциальный разворот тренда. И что в этом такого особенного? Я заметил уже на монтаже, что эта фигура заканчивается на приблизительно 17 150 долларов. Вот на этом уровне она заканчивается. Вы спросите, а что в этом уровне такого? Почему он такой особенный, что ты даже прекратил монтировать видео и решил вставить еще одну запись в это видео? Давайте вернемся немножечко так назад, в 2017-2018 годы. Здесь мы видим, что биткоин достиг исторического пика, но затем цена упала, после чего пошла на ретест. То есть она здесь попыталась опять отрасти до исторического пика, но у нее не получилось. Она от конкретного уровня оттолкнулась снизу и с тех пор начался дикий долгий медвежий рынок, вот этот весь, в котором мы с вами существовали. Интересно то, что вот этот уровень, который в 2017 году не дал биткоину отрасти обратно до исторического пика, находится как раз-таки на завершении вот этой фигуры восходящий клин. Сейчас в 2020 году. Лично меня это поразило, это просто взрывает мозг. Ну вы просто посмотрите, что это за совпадение такое. Что вы думаете, напишите в комментариях. Так что держим ушки на макушке. Что касается моих действий, буду ли я продавать сейчас, фиксировать какие-то прибыли и так далее? Конечно же нет. Я не собираюсь продавать даже сейчас, не только потому, что являюсь холдером, но и потому, что даже если сейчас биткоин обвалится до 4000 долларов, я все равно останусь с небольшим профитом. Поэтому выходить из рынка для себя не вижу никакого смысла. Теперь я хочу поговорить о том, что крупнейший банк Сингапура назвал будущим рынков капитала. Это было опубликовано на их официальном сайте. DBS LTD это сингапурская мультинациональная банковская финансовая корпорация, главный офис которой находится в Марина Бэй, Сингапур. Это просто очень масштабное событие, и думаю именно поэтому сейчас наблюдается такое большое давление на биржи типа BitMEX, OKEX и на все остальные нерегулируемые биржи. Происходит это все потому, что они строят инфраструктуру, которая позволит биткоину стать надежным и авторитетным в их глазах. А BitMEX, не имеющий разрешения регулятора, никак с этим не совмещается. В отличии от криптоплощадки, которую строит банк DBS. Опять же, посмотрите сколько у них денег, 425 миллиардов долларов в активах. Что если хотя бы пара миллиардов долларов из этого пойдет в биткоин после полноценного запуска DBS Digital Exchange? Это будет хорошо для главной криптовалюты. Я говорил об этом множество месяцев, что мы увидим больше публичных компаний, платежных систем и банков, принимающих биткоин или делающих что-то для его принятия. Биткоин является хорошим средством сбережения, и в этом году он это доказал, когда он вырос с 3000 до 12, и уже даже 13 тысяч долларов. И именно поэтому в это непростое время спрос на него начинает расти. Поэтому и в будущем мы увидим еще больше таких событий, какие сегодня продемонстрировал банк DBS в Сингапуре. DBS это крупнейший розничный коммерческий банк Сингапура, и он запустил программную торговую биржу для криптовалюты и фиатной валюты. Эта биржа станет самым простым способом запрыгнуть в рынок для тех, кто занимается банкингом в Сингапуре. Криптовалюты, которые уже в листинге. Биткоин, биткоин кэш, эфириум и экс-рпи. Среди фиатных валют уже представлены сингапурский доллар, конконгский доллар, японская иена и доллар США. Сам банк у себя на официальном веб-сайте пишет, цифровые активы готовы стать будущим скорой цифровой экономики. Благодаря DBS Digital Exchange, цифровой бирже, поддерживаемой банками и компаниями, инвесторы теперь могут использовать интегрированную экосистему решений, чтобы использовать огромный потенциал цифровых валют. С помощью нашей криптоплощадки малые, средние и крупные предприятия могут также использовать utility токены для эффективного привлечения капитала за счет токенизации своих ценных бумаг и активов, что позволит охватить более широкую базу инвесторов. DBS Digital Exchange регулируется валютным управлением Сингапура и поддерживается ведущей азиатской группой финансовых услуг DBS Bank, которая имеет многолетний обширный опыт работы на рынках капитала и предоставления безопасных услуг по хранению активов. В отличие от большинства современных цифровых бирж, DBS Digital Exchange не хранит никаких цифровых активов. Вместо этого все цифровые активы хранятся в DBS Bank, который признан во всем мире своими кастодиальными услугами. Чтобы обеспечить безопасность цифровых активов клиентов, DBS Bank развернул DBS Digital Custody – решение институционального уровня для хранения цифровых активов. Как становится понятным к концу этой статьи, нам не сказали точную конкретную дату, когда эта платформа будет работать. Но зато очевидно, что такой шаг может увеличить количество людей, которые смогут участвовать в крипторынке. Так что в долгосрочной перспективе это выглядит очень хорошо для биткоина. Хотя, конечно, находятся люди, которые до сих пор скептически относятся к битку. Даже несмотря на то, что PayPal недавно интегрировал биткоин, что публичные компании инвестируют миллионы долларов, институционалы называют биткоин способом избежать инфляционных рисков, Нурель Рубини, известный биткоин-скептик, до сих пор не может изменить свою точку зрения насчет биткоина. Он говорит, что биткоин это скам, что биткоин обвалится до нуля, а PayPal своими действиями просто открывает для американской розницы рынок криптовалютных азартных игр. Что, по словам Рубини, плохо и для пользователей, и для самого PayPal. Если бы вы написали книгу о биткоине, кризисе и экономике, как бы вы ее начали? Я бы сказал, что биткоин это мать всех пузырей, что это самый большой пузырь в истории человечества. Извините, а можно я вас прерву? Это визуализация всех денег и рынков мира на 2020 год, где один квадратик это 100 миллиардов долларов. Вот так выглядит рынок криптовалюты, а вот так рынок деривативов. А теперь запомните, вот это мать всех пузырей, самый большой пузырь в истории человечества, а вот это нет, совершенно нет. По крайней мере так думает Нуриэль Рубини. По сравнению с пузырем Миссисипи или доткомов или тюльпанов, биткоин намного хуже. Если вы посмотрите на пики и сравните с тюльпаноманией, то поймете, что биткоин теперь идет только к нулю. Фундаментальная ценность биткоина равняется нулю. Я вообще не понимаю, как можно называть биткоин пузырем, а его фундаментальную ценность нулевой. Когда кто-то на днях переместил более миллиарда долларов с помощью биткоина, заплатив всего 3,5 доллара комиссии. Просто вдумайтесь, сумма миллиард долларов, комиссия 3. И все это на протяжении часа. Что может быть более защищенным, быстрым и дешевым для таких огромных сумм? Я не говорю о маленьких транзакциях, речь идет об огромных транзакциях. Нет ни одной платежной системы, которая могла бы так быстро, так защищенно и так надежно отправить более миллиарда долларов за 3 доллара комиссии. Нет, кроме биткоина. Разве это не будущее? Нуриэль. Ну скажи мне. Очень грустно, что такие люди, как Нуриэль Рубини, никак не могут этого понять. Плохо то, что многие люди не умеют или не хотят самостоятельно что-либо анализировать. И слушают, например, таких людей, как Нуриэль. Но зато радует, что со временем люди, называющие биткоин пузырем, теряют свой авторитет как раз потому, что биткоин полностью опровергает их суждение. Кстати, банк Диабес почему-то решил убрать упоминание о своей криптоплощадке. Теперь на их официальном сайте нет ни одного упоминания этого. Видимо, кто-то из сотрудников слишком поспешил с публикацией, и сейчас ему явно сделают предупреждение. Но нам с вами это дает повод задуматься, а как много банков на самом деле работают прямо сейчас над тем же, что случайно слил банк Диабес в Сингапуре. А меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok